Давайте будем продолжать. Вы обещали мне, что после перерыва у вас появятся вопросы. Я слушаю ваши вопросы. По поводу речи Аристафана и того, что говорит Аристафан. С ним, кстати, как-то достаточно понятнее, чем с предыдущим. Как мне показалось. Но с предыдущим было очень запутано. Помните, особенно вот это подобное к подобному? Ну, потому что они не совсем понимают, о чём идет речь, а он 100% понимает. Дальше будет ещё легче, потому что Агафон, наученный Горгием, вообще построит свою речь правильно и красиво. И Сократ даже пошутит по этому поводу. Получается так, что есть вообще люди, которые никак не близки ни к софистике, ни к философии, да? Да. Их очень много. И, соответственно, они вот это читают. Ну и, грубо говоря, ничего здесь не видят, только к себе линию. Первая стадия, потом следующий шаг, следующая стадия понимания, это вот как разки софисты, которым вот молиться, паститься и слушать радио, радио, лишь лодку не раскачивать. И потом следующая, третья ступень, которая вообще на самом верху, это то, что мы как бы понимаем, что-то вот это смертоносная истина, и, ну да, и у нас есть два варианта, либо смех, либо вот искусственная истина, правильно? Ну, близко, да, да. Смертоносную истину оставьте в покое, вас не отпускает она. Опять же, это то, что я вижу. А может быть, там есть ещё пара смыслов, вот, которые я увидеть не в состоянии. Ещё какие-нибудь вопросы, или будем двигаться дальше? Давайте двигаться. Ну, хорошо, давайте двигаться. Такая Эриксимаха заключила моя речь об Эросе. Она всем не похожа на твою. Да, заметьте, вначале он говорил Эриксимаха Павсаней, в конце он говорит только Эриксимаха. Ещё раз прошу тебя, не вышучивай её, и дай нам послушать, что скажут остальные, вернее, двое оставшихся, Агафон и Сократ. Да. Мог ли Аристофан сказать-то? Нет, потому что после Эриксимаха сидит Аристодем. И сейчас должна стать очередь Аристодема. Но Аплодор заставляет Аристофана срезать Аристодема. После Аристодема есть только Агафон и Сократ. Никакого Аристодема нет. Солосин сказал Эриксимах. Тем более, что речь твоя была мне приятна. Не знаю я, что и Сократ, и Афон – великие знатоки любви. Я бы очень боялся сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о самом разном уже сказано. А так я спокоен. Эриксимаха, ранее объявившись, что он будет судьёй Аристодема, согласен, что всё хорошо. Аристодем Аристодем не шутил. Не было тут слишком много шуток. И заметьте, как он отвечает Аристодем. Аристодем Аристодем говорит, что скажут двое оставшихся, Агафон и Сократ. А Эриксимах говорит, что Сократ и Агафон – великие знатоки любви. Аристафан выстраивает правильный порядок. Аристафан, Агафон, Сократ. Эриксимах выстраивает неправильный порядок. Аристафан, Сократ, Агафон. Может быть, он большой поклонник Агафона? Или, по крайней мере, он видит, или думает, или считает, что Агафон находится выше Сократа? Ещё бы ответил ему Сократ. Ведь ты-то, Эриксимах, состязался на славу. А очутись в том положении, в каком я нахожусь, или вернее окажусь, когда и Агафон произнесёт свою речь. Тебе было бы очень поясно, и ты чувствовал бы себя в точности так же, как я чувствую. Остались только Сократ и Агафон. Аристафан нет. И эта интермедиа, наконец-то, позволяет Сократу заняться тем, зачем он сюда пришёл. Сейчас начнётся небольшая инициация Агафона. Инициация, повторюсь, которая повторится в речи Диатимы. Так Диатима начнёт инициировать самого Сократа. Затем Сократ говорит интересную штуку. Сократ последний. И это очень выгодная позиция, потому что он знает, что сказали все остальные. Но Сократ говорит, что она невыгодная. В чём выгода его позиции? Он говорит, что она невыгодная, потому что всё, что можно будет сказать в суперском, уже сказано. Да. А почему она на самом деле выгодная? Есть возможность ответить. Это хорошее замечание. А ещё почему она выгодная? Посмотреть на реакцию остальных. Ну, это каждый смотрит на реакцию остальных. Она выгодна тому, что всякий следующий до сих пор критиковал предыдущего. А его не будет критиковать. А Сократа нельзя будет критиковать, потому что он последний. Да. Никто не обвинит его в тех упущениях и ошибках, которые он совершит. Никто не будет его критиком. Так Сократ, а вообще, в принципе, это невозможно, чтобы был кто-то... Потому что Диатима... Нет. Ну, хорошо. Можно, конечно, и поэтому, потому что вообще это Диатима не смысл. А мы, смотри... Но, во-вторых, в принципе, как это критиковать? А мы с вами не выступим критиками Сократа? Не начнём ли мы говорить, Диатима здесь нас уманывает, это неправильно, это не так, она не туда метит? Ну, вот раньше мы с вами говорили, что она, наоборот, молодец, я проверила, вот сейчас скоро прогонит всех их, поэтому пока что мы к этому не будем. Хорошо, хорошо. Но Сократ сам никогда не перескалывал, что происходило в пире. Да. И поэтому на пире Сократ сам ничего не говорит, а всё говорит Диатима. Потому что, я напомню вам, что начинает она с того, что они обезбожники. Так что же там есть такая фраза? Так что же говорит Сократ? Элос не бог? Она говорит, да. Он говорит, а кто так сказал? Она говорит, ты и я. И всё. Но опять же, Сократ не знает, что на самом деле после его речи ворвётся пьяный Элкиат и начнёт его судить. Да. То есть, благодаря случайности, намерение Сократа остаться одному на коне, оно как бы не сбудется. Но он критикует Элкиат, критикует не речь Сократа. Потому что он её не слышал, он критикует самого Сократа. Что ещё, бля, страшно? Потому что из всех присутствующих только он знает Сократа ближе всех. Нет, он критикует трактовку его поведения. Хотя, на самом деле, мы знаем, что там кроются другие пары, а так как они, ну, он считает, что они не соответствуют общей премии, то поэтому с его стороны как бы это... Это правда, но критикует трактовку его поведения. То есть, критикуя то, как он видит его поведение, он в то же самое указывает нам на его поведение. И главное, кажется, критика-то заключается в том, что если Элкиат провалился, будучи совращённым Сократом, то значит, вращение Сократа провалилось. Что-то Сократ сделал не так. И Элкиат нам отзывает, что он сделал. В смысле, наоборот, Элкиат что-то сделал. Не-не-не-не-не-не. Сократ совращает Элкиат, Элкиат становится тираном. Да. Кто из них что-то сделал не так? А, то есть, почему он стал тираном, а не нормально правительство? Да. Элкиат будет... Да. Что именно пошло не так? Элкиат будет жаловаться, что Сократ зародил в него стыд. Да? Помните решающий момент Элкиат? Когда я слышу речи Сократа, мне кажется, что такой жизнью, как я живу, больше жить нельзя. Когда он слышит речи Сократа, он слышит правду. Селен говорит Мидасу, что лучшее для людей – это не рождаться. А второе лучшее – это немедленно, раз уж они родились, то как можно скорее... Умереть. Да. Хорошо. Ты хочешь, Сократ, сказал Агафон, отманить меня, чтобы я сбился от одной мысли, что эти зрители ждут от меня невесть какой прекрасной речи? Сократ провоцирует Агафона. Помните, это как в самом начале. После тебя мне уже нечего будет говорить. И Агафон говорит, а-та-та-та-та, не надо так думать, ты меня провоцируешь. Но он спотыкается всего одним словом – зрители. Агафон собирается сделать то, что он сделает формально, не ради истины, а ради зрителей. Подожди, подожди, зрители кто? Агафон говорит про зрителей. Не ради истины, а ради зрителей. Все устраивается. Ну, в данном случае слушателей, да, но вообще-то зрителей. То есть, все, что делает Агафон, Агафон делает на публику. И за это Сократ зацепится, и начнется рассуждение о мудрых и немудрых. У меня была бы очень скверная память, Агафон, отвечал Сократ. То есть, Сократ, у меня отличная память. Поэтому? Если бы я, видевший, как храбро и важно, входил ты с актерами на подмостке, и перед исполнением сочиненных тобой же речей, делал в глаза тысячам зрителей без малейшего страха, мог подумать, что ты растеряешься перед небольшим нашим кружком. Итак, начало инициации Агафона, 194 БД, сходит с началом инициации Сократа Диатимой, 202 БЦ. Ход инициации очень простой. Агафон заявляет, что стыдится присутствующих. Сократ говорит, что большинства людей он не стыдится, только что он победил на соревнованиях. Агафон отвечает, что стыдится не чисел, не количества, а знания о умных людей. Но проблема-то в том, что Сократ был вчера в театре, и все присутствующие были вчера в театре. Они были в театре, они были в числе большинства. Смотрите, какой заход в 202 БЦ. Сократ спрашивает, почему все считают Эрота богом? И Диатимас в ответ его спрашивает, а все это знающие или не знающие? И Сократ отвечает, все. Итак, смотрите, в театре, говорит Агафон, я не боюсь, потому что там большинство. Сократ говорит, не-не-не-не, в театре это все. Потому что там и знающие, и не знающие. Какой выход у деатимы, до которого они не дойдут сейчас, потому что их заставит замолчать Федор? Мы узнаем, когда дочитаем до деатимы. Хорошо, давайте. Я немного не поняла проблему. Итак, проблема простая. Есть два типа людей, знающие и не знающие. Знающие и большинство. Кого вы должны стыдиться? Знающих или большинства? Ну, очевидно, знающие. Да. И Агафон говорит, вчера я никого не стыдился, потому что вчера я выступал перед большинством. Но были все. А сегодня я стыжусь, потому что вы все здесь, элита из элит, знающие. Сократ говорит, так мы вчера были там. И то же самое происходит с деатимой, когда деатима говорит, знающие или не знающие считает Эроса Богом. И Закрат отвечает, все. То есть и знающие, и не знающие. И какой из этого выход? Мы увидим, не будем спешить. Вот когда ты выступаешь на сцене, ты, например, поешь. И ты спел и спел, вот твое выступление закончилось, тебе все поплыли, допустим, даже первое место. Потом, когда ты выступаешь, например, в консерватории, в узком круге, где тебя человек 10 слушает, даже если они тебя слушали на концерте, они тогда не могли встать и сказать, ой, как ты плохо поешь, и закидать помидорами. А когда они слушают тебя наедине, ты становишься не на суд. Большинство тебя поддерживает, и эти знающие промолчают, потому что они попрут против толпы. То есть они не могут, да, все сказать, что, типа, ты ничего не смыслишь, ты глупый, да. Проблема немножко в другом. Не что думают другие люди. Проблема в стыде. Агафон ведет себя так, будто он по умолчанию совершает постыдное. Я стыжусь сейчас, потому что вас мало, но в театре я никого не стыжусь, потому что там большинство. Быть трагиком — это постыдная по умолчанию вещь. Вот куда клонит Сократ. Вот, хватаясь за фразу зрителей, что Сократ ему пытается показать. Трагедия — популярный жанр? Популярный. А это значит, что она всегда апеллирует большинству. Популярная музыка — это всегда плохая музыка. И значит, всякий, кто делает что-то популярное, делает что-то плохое. Как делать что-то плохое, вы можете не следиться. Одна. Одна. Вы не вскроете делаете так. Большую часть наших всех встреч мы посвятили идее о том, что трагедия — это невысокий жанр. Да. Однако, я вспоминаю воспоминание о Сократе, Ксенофонте, где Сократ разговаривает, по-моему, кто это был? Хармит, который единственный, которого он... Хармит, да. Хармит, да. И он, этот парень, проявляет стеснительность, говорит, ну, Сократ, я вот не могу, там уже... Он говорит, ну, там же большинство дураки. Ты что, неужели не боишься следователем? Мы можем заключить, что Сократ говорит ему, ну, ты же умный, ты придешь, будешь говорить им... Ты будешь делать правильно, потому что ты единственный достойный, кто должен идти в политику. И ничего в этом постыдного он не видит. Потому что бы прийти перед большинством... И тут, я понял вас, это хорошее замечание. И тут вопрос, который там же в меморабилии поднимаются. Если Сократ такой умный, то почему он сам не идет в политику? Как бы больше занимался политикой? Ну, так это же ответ Сократа. А теперь вы складываете два и два и понимаете, что политика постыдна. Есть люди, которые предназначены для этого, и люди, которые не предназначены для этого. Хорошо. Еще какие-нибудь замечания? Ну, тогда давай посмотрим на инициацию. Неужели Сократ сказал Агафон, я по-твоему так упоем театром, что не понимаю, насколько для человека маломальски здравомыслящего несколько умных людей страшнее многих невежных. Да. Знающие лучше, чем незнающие. Суд знающих страшнее, чем суд незнающих. Нельзя делать перед знающими то, что можешь делать перед незнающими. Нет, Агафон, отвечал Сократ, это было бы нехорошо с моей стороны, если бы я была тебе такого нелепого мнения. Я не сомневаюсь, что окажись ты в обществе тех, кто, по-твоему, действительно умен, ты считался бы с ними больше, чем с большинством. Но мы-то, боюсь я, к ним не относимся. Мы-то ведь тоже были в театре, и надлежали к большинству. Да. Иными словами, Агафон всегда делает постыдное. Трагедия постыдна. Трагедия – это глупость. И Сократ инициирует Агафона. Каким образом? То, что Агафон делает, больше для него не считается важным или серьезным. Он становится недовольным. Он, только что победивший всех, он, самый молодой трагик, он, звезда сцены, вдруг понимает, что это все чушь и глупость, и автоматически начинает искать себе того, кто ему объяснит, что же на самом деле не чушь и глупость. Он не может это понять, потому что мы поняли, что он глупый. Он, конечно, не может это понять, но теперь, когда им прямым текстом сказали, что ты делаешь на сцене постыдное, наверное, он в состоянии что-то сделать. Но мы не узнаем этого, потому что тут же вмешается кто-то другой. Давайте вернемся к цепочке, поэтому сложно. Давайте. Значит, Сакра говорит, что после блистательного, после твоего блистательного наступления, я бы даже не знаю, мне говорить после тебя, потому что ты сейчас скажешь прекрасную речь. Он говорит, на что он отвечает. Эта речь была, эта речь могла бы быть блистательной, если бы она была бы для большинства. Здесь идите вы, мудрецы, и я... Ты собираешься меня дурманить, чтобы я сбился от одной мысли, и эти зрители ждут от меня какой... не есть какой прекрасной речи. Да. Тут сидят знающие, и, естественно, ты, говоря, что моя речь будет суперклассной, подталкиваешь меня сделать ее такой, попытаться сделать ее такой, и провалиться. Потому что Сократ увеличивает ожидания, которые Агафон не может воплотить. Да? Но решающий момент именно в словах зрителей. Агафона не интересует, скажет ли он правду или неправду, будет ли его речь умной или нет. Его интересует, понравится ли она зрителям. Да. И тогда Сократ говорит, а зрители-то кто? Ты вот не боялся вчера перед 30-тысячным собранием греков им какую-то фигню рассказывать? Ведь ты же явно рассказывал им глупость. Агафон говорит, кони... Сейчас, а очень просто. Я боюсь меньшинства знающих, а не большинства. Но театр... А, значит, я уже знаю, что это глупость. Нет, но театр-то это большинство. И тогда получается, что все, что он делает политеатром, это глупость. Потому что это сделано для большинства незнающих. Ну, тогда Сократ говорит, погоди, погоди. Так я тоже там сидел. Иными словами, Агафон никогда не боялся быть глупым перед знающими. Вернее, он всегда был глупым перед знающими. Потому что то, чем он занимается, это глупость. Он не мог не быть глупым. Хотя сейчас говорит, я постараюсь не быть глупым, потому что вы все здесь знающие. И, естественно, это делает его униженным. И это заставляет его помыслить, если все, что я делал до этого, глупость. А что же не глупость тогда? Неужели все массовое, но с гнилью внутри? Ну, ой, не надо пафных слов. Ну, в смысле, неужели все массовое, но... Массовое, значит, популярное. Поп-музыка это хорошая музыка? Нет. Популярные фильмы, собирающие больше всех в кино, это хорошие фильмы? Массовая культура это хорошая культура? Ну, Моцарк тоже уже стал Массовым классом. Нет, я не слушаю. Его и сейчас никто не слушает. Его все вспоминают, и стыдно не знать про десятую симфонию Моцарта, даже если такой нет, и он такой никогда не написал. Ну, вы же понимаете, что даже самое гениальное произведение, оно никогда... Ему никогда не суждено оказаться... Ну, как бы... Ему не суждено воплотиться, то есть и художник, или, я не знаю, композитор, он же это делает, чтобы показать это. И автоматически оно становится видно всем. Хорошо. Что оно преломляет все из их сознания. И именно поэтому мы читаем с вами Платона. Платон доступен всем. Эта книжка доступна всем. И значит это? Но смыслы в ней доступны только лишь единицы. Понятно. А внешне это выглядит как популярная сказочка. Будь честным, будь добрым, всегда говори правду. По ту сторону тебя ждут замечательные эти самые чудесные штуки, если ты все время будешь хорошим, забудь о справедливости, будь умерен, не кушай много, и так далее, и тому подобное. Помогай друзьяшкам. Я еще раз скажу, что комедия, она как раз таки вкладывает смысл. То есть... Да, да. ...от трагедии. То есть это как произведение Платона, где комедия вложила с кучей туда смысла, а... Немного по-другому. Давайте остановимся на том, что комедия всегда разрушает, потому что она всегда критикует. Смех – это критика. То есть комедия... Комедия смотр... Это же может быть статья не всегда явная. Да, но она... Тогда это ирония, да. Это не для всех. Но комедия тоже немного популярна. Комедия тоже ставится в театре. Значит, не об этом. Она ничего... Она скорее ничего не создает, она только разрушает. То есть она критикует. Давайте попробуем, чтобы уверить вас окончательно. Или попытаемся. Когда некое произведение становится массовым, тот смысл, который она несет, массовый смысл, это всегда плохой смысл. Это всегда низкий смысл. В смысле, когда вы стоите в галерее рядом с толпой китайских туристов и видите то же, что видят китайские туристы, это значит, что вы и есть китайский турист. Даже если это картина подлинно Ван Гога? Да, конечно. То есть... Потому что вы не в состоянии увидеть, что хочет видать вам Ван Гог. Банально, потому что у вас нет подготовки, нет культуры. Элитная... Да, элитарная культура в ней есть смысл, что она умеет давать какие-то потаенные ходы и только благодаря этому она становится элитарным. У Сократа был выход, он ничего не писал и он только говорил. Поэтому он мог рядом со своими близкими друзьями говорить оно, а всем мог говорить другое. Но книга доступна всем по умолчанию. Поэтому книга всегда имеет несколько смыслов. Тут Платон не может написать то, что он думает, не скрыв себя, потому что это невозможно. Именно поэтому мы и собираемся и читаем Платона вместе. А не... Я просто даю вам его и говорю, смотрите, почитайте, умно. Значит, по поводу Сократа, кто стоит выше Сократа, я знаю, кто. Да, ну все, мы туда не ходим. Но как раз тот, кто стоит выше Сократа, как раз все время и писал, что он все время не понят и лучше друзья пренебрегают. Именно потому, что они его друзья пренебрегают усилиями понять, что он пишет. Хорошо. А вот, кажется, в обществе каких-нибудь умных людей ты, наверное, стыдился бы их, если бы считал, что делаешь что-то постыдное, не так ли? Ты прав. Итак, Агафон говорит, здесь присутствуют умные люди, их надо стыдиться. Окажись я в обществе умных людей, бы их устыдился. Сократ говорит, мы там все были и ты говорил, что ты не устыдился. Таким образом, если Агафон сделает вывод, что он, собственно, не должен ориентироваться на большинство, а должен ориентироваться на меньшинство, он должен сделать вывод, что то, чем он занимается, это постыдная вещь и надо прекратить ей заниматься. Ну, а большинство ты не стал бы стыдиться, если считал, что делаешь что-то плохо? Угу. И решающий момент. Ты бы не стал стыдиться большинства, если бы считаешь, что делаешь плохо. И какой ответ должен был дать Агафон? Да, не стал бы. То, что ты делаешь в театре, ты делаешь для большинства, ты этого не стыдишься, значит, это само по себе постыдно. Эта начальная инициация прерывается Федору, потому что Федор собирается не дать Сократу превратить речь о любви в диалог с Агафоном. Сократ только-только начал делать то, за чем он пришел. И ему кажется, что ему позволят это сделать. Но молодой Федор, подученный Сократом, говорит, не-не-не-не-не-не-не-не, нам этого здесь не надо. В результате чего Сократ вынужден будет, как мы увидим позднее, продолжить этот диалог. Но вместо Агафона он поставит себя, а вместо себя он поставит диатину. И распишет диалог, как если бы он говорил на самом деле с Агафоном. Почему Федор такой вообще злой? Он злой. Федор целеустремленный молодой человек. Помните, он самый молодой из присутствующих. И он как раз хотел, чтобы быстрее дошла речь на Сократа, чтобы Сократ сейчас бы что-нибудь... И он инициирует это все. Он говорит, я хочу объяснить, потому что Сократ его подучил. И он же знает, что Сократ любит общаться диалогами, потому что Сократ его подучил. Поэтому он говорит, ну-ну-ну-ну-ну-ну, мы знаем, во что это сейчас превратится. Вместо того, чтобы говорить о любви, вы уже начали говорить о какой-то глупости. О театре, о знающих, не знающих. Давайте мы доведем до лечения. Дорогой мой Агафон, вмешался в этот разговор Федор. Если ты будешь отвечать Сократу, ему будет уже совершенно безразлично, что здесь происходит. Лишь бы у него был собеседник, тем более еще и красивый. Хоть мне и приятно слушать беседы Сократа, я должен позаботиться о восхвалении Эроса и потребовать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас обоих отдаст сначала дань этому богу, а потом уж беседуйте друг с другом в свое удовольствие. И Федор, видите, он не отказывает Сократу. Он говорит, давай мы сделаем то, что договорились, а потом можете беседовать сколько угодно. Федор думает, что у Сократ, после того, как произнесет речь Сократ и Агафон, у них случится наконец диалог и Сократ сделает то, за чем он придет. Но мы знаем, что этого не произойдет. Верно, Федор, сказал Агафон. И ничто не мешает мне начать речь. И Агафон не сопротивляется. Кажется, это одно из ключевых свойств Агафона. Он никому не сопротивляется. Женоподобный мужчина, который не обладает мужеством или смелостью заставить других делать то, что он хочет. Разве он не заставил своих рабов делать то, что они хотят? В самом начале. Конечно. Он сказал, свобода, ребята. И тут же приказал быть свободными, да? Ну, здесь ему это на руку, потому что он не хочет отвечать на вопросы. Сократа. И он такой смешает. Его тут унижают? Да, это абсолютно хорошее замечание. Когда Сократ вынуждает его сказать, да, я делаю постыное дело, Федор говорит, может, это та самая? И Агафон говорит, ну, конечно. Вы хотите сказать мне, что он действует в собственных интересах, он поступает эгоистично. хорошее. Верно, Федор, сказал Агафон, и ничто не мешает мне начать речь. А побеседовать с Сократом мне еще не раз представится случай. Как и Федор, Агафон согласен, что они с Сократом еще успеют поговорить. Спойлер, нет. Но я хочу сначала сказать, как должен говорить, а уж потом говорить. Здесь есть несколько смыслов. Я скажу, как я должен сказать, а не как я хочу сказать. Это раз. А во-вторых, смотрите, этой идеей потом будут придерживаться все оставшиеся говорящие. Агафон с самого начала выдвигает план или методологию. То есть он не переходит в действие. Ну и естественно, он начинает с обвинения. Мне кажется, что все мои предшественники не столь восхваляли этого Бога, сколько обславляли то счастье и те блага, которые приносит он людям. А каков сам податель этих благ, никто не сказал. Итак, Агафон, смотрите, мы понимаем, почему Агафон так близок к Сократу или Сократ собирается сделать их еще ближе. А Агафон начинает фактически с вопроса Ти-Ести, что такое Эрос? Все говорили о том, что он делает, но никто не говорил о том, что он такое. Это очень хороший вопрос, потому что это философский вопрос. Между тем, единственный верный способ построить похвальное слово кому бы то ни было, это разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет речь, и то причиной, чего он является. Итак, Агафон дает нам, кажется, план своей речи. Две вещи. Вместо вопроса, что такое, он задает два других. Каковы его свойства и что он делает? Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу сначала самому Эросу его свойствам, а затем уже его дарам. Начиная как бы с философского вопроса, он все-таки не ставит его. А что сейчас? Каковы свойства? Каковы свойства и каковы дела, давайте так, и что он делает? Ну так, что он делает, это не дает его. Но теперь сначала-то мы должны выяснить, каковы его свойства, и только потом, что он делает. Итак, и утверждаю, что из всех блаженных богов Эрос, если дозволено так сказать, если дозволено так сказать, в смысле оскорбить остальных богов. Не вызывая осуждения, самый блаженный, потому что он самый красивый и самый совершенный из них. Два свойства Эроса. Красота и совершенство. Для слова совершенство Аристофан использует производное от Ариста. Аристон он говорит. Иными словами, самый благородный. Но ведь красоту и не только Эрос обладает среди греческих богов. Ну, понятно, поэтому он самый красивый и самый совершенный. То есть он красивее чем? Все остальные, да. И самый совершенный из них, самый благородный из них. Две вещи должен будет доказать нам Агафон. И две вещи он попытается доказать. Есть внешние свойства Эроса, его красота. И есть внутренние свойства Эроса, душевные свойства Эроса, его добродетель. Агафон будет доказывать, что Эрос превосходит других богов красотой и добродетелью. Причем на этот раз это будет мужество, как у Федора, и не будет некая безликая добродетель, как у Афсания. Это будет конкретный набор из наших четырех добродетелей. Самым красивым. Самым красивым я называю его вот почему. Прежде всего, Федор – это самый молодой бог. Да, Федор говорил, что он самый старый, и это начальная точка. Агафон говорит, нет, 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 нет. Он сам молодой. И это конечная точка, потому что, когда будет говорить детям, она скажет, что это не бог. Что я прав, убедительно оказывает он сам. Ведь он бегом бежит от старости, которая явно не мешкает. Во всяком случае, она входит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрос по природе своей ненавидит старость и обходит ее как можно дальше. Ну, понятное дело, стариков никто любит. Зато с молодыми он неразлучен. Недаром истории говорят, что подобное стремится к подобному. Соглашаясь с Федором во многом другом, я не согласен с ним, что Эрос старше и Пета, и Крона. А в чем? Согласен-то? Что это многое другое? О чем говорил Федор? Федор говорил, что любовь делает нас мужественными. Угу, делает нас лучше. Угу. А что еще? Так, это надо вспомнить. А если коротко и постараться напомнить, главное, что нам говорил Федор, помимо того, что Люба делает нас лучше, в смысле добродетельнее. Эрос ниже природы? Эрос ниже природы. Замечательно. И еще кое-что. Эрос располагается во влюбленном, а не в любимом. Да. И понятно, почему Агафон с ним соглашается, потому что, очевидно, Павсаний и Агафон. В смысле, Павсаний и влюблен, а Агафон нет. Да, 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 я утверждаю. Я утверждаю, что он самый молодой из богов и всегда молод. А что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиот и Парменид, то причиной их, если эти поэты говорят правду, была необходимость, а совсем не любовь. Да. Итак, любовь и необходимость – это два противопоставления. Это противопоставление, которым пользуется Агафон. Любовь – это недавняя вещь, это новая вещь. И первый аргумент в пользу этого заключается в том, что любовь любит только нечто молодое, в смысле нечто себе подобное. Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга и вообще не совершали бы насилия, если бы среди них был Эрос, а жил бы в мире дружный, как теперь, когда Эрос не правит. И следующий шаг. Эрос правит богами. Что довольно интересно. То есть он не самый старый, он самый молодой, и он повелитель всех богов. Как мы понимаем, что Эрос правит богами, что богами наконец-то правит любовь? Потому что они перестали воевать друг с другом. Необходимость вела их к войне. Любовь приведет их к миру, приводит их к миру. Это же для того, что он присутникам кредиты? Кто именно? Эрос. А, нет, он это не говорит. Он как раз намекнет, что Эрос, конечно, сильнее Афродита. То есть в этом смысле он отличается от Павсания и Эрик Симахова. Он не говорит про Афродиту. Мы должны запомнить эту важную штуку, потому что, когда придет очередь Сократа говорить, мы поймем кое-что важное. Давайте пока просто запомним ее. И так он молод и вдобавок к своей молодости нервы. Да, смотрите. Это доказывает, все еще, это доказывает красоту Эроса. Это не доказывает его добровольтельность. Чтобы изобразить нежность бога, нужен такой поэт Гомер, утверждая, например, что Ата богиня и притом нежная, по крайней мере, стопы у нее нежны, Гомер выражается так. Нежные стопы у нее не касается ими праха земного она по главам человеческим ходит. Да. Восхваление Гомера сочетается с полным отказом от идеи древности. Не древнее самое лучшее, свежее самое лучшее. Более того, Агафон утверждает, что свойства Эроса изображены поэтами. Чтобы изобразить, в смысле, чтобы создать нежность бога, нужна поэзия. Агафон утверждает, что боги созданы поэзией. И в этом смысле то, что Агафон собирается сделать, это создать супер бога, своей супер поэзией. Эрос правит всеми остальными богами. В этом смысле Эрос и Агафон оба молоды. В этом смысле Эрос и Агафон оба должны победить пантеон существующий. Именно поэтому Агафон говорит, никаких Гомеров и Гесиодов и Паленидов. Наш скрытый смысл. На самом деле всех богов создала поэзия. На самом деле традицию создала поэзия. У нас должен встать вопрос, зачем поэзия это делает. И это будет ответ на вопрос, что любит Агафон. Так вот, по-моему, он прекрасно доказал ее нежность, сказав, что ступает она не по-твердому, а по-мягкому. Тем же доказательством воспользуемся и мы, утверждая, что Эрос нежен. Ведь ходит он не по земле и даже не по богам, которые не так-то уж и михи. Нет, он уходит и обитает в самой мягкой на свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во всех душах подряд, а только в мягких, во встречах суровый нрав уходит прочь. Когда же встретит мягкий, остается. Да, так подобное притягивается к подобному. Доказательством мягкости Эроса это тот факт, что любят только мягкие люди, жесткие люди не любят. Или когда они любят, они становятся мягче. Очень логично. А коль скоро всегда он касается и ногами, и всем только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным. Да, естественно. Самое мягкое это душа. И Эрос касается только душ. Причем и людей, и богов. И таким образом управляет ими. Итак, это самый молодой бог и самый нежный. Итак, два его свойства внешних. Он самый молодой и сам нежный. У меня вопрос. Вы же сказали, что он против получается и Гесиода и всех этих тех, кто создали богов. Но Эрос же тоже бог. Ну так о чем речь? Он же тоже поэт. Поэтому он собирается сделать то, что они сделали. Они сделали богов, он сделает своего. И это будет ответ Федору, потому что Федор, чего начался весь этот диалог? Потому что Федор говорит, поэты не уделяют Эросу достаточно внимания. Агафон говорит, сейчас, как это, подержи, подержи мою виски, да? То есть он прямо у нас на глазах создает нового бога. Описывая этого бога, создавать и значит описывать. Давать ему определенные свойства. И когда он закончит, окажется, что этот бог царь всех богов. Помните, как в облаках, когда Сократ общается, Стрепсят говорит, клянусь Зевсом. О, а ты не слышал? Его уже давно нет, он никем не правит. И Стрепсят такой, а кто же правит-то тогда? И Сократ отвечает ему классической атомистской теорией, правит всемирный вихрь. И когда Стрепсят возвращается домой, его сын клянется Зевсом, он говорит, ты чего? Нет никакого Зевса. Он говорит, подожди, а кто же тогда? Всеми богами управляет вихрь. Вихрь их занимает место Зевса. И здесь ровно то же самое. Место Зевса, место бога политики, место бога царя, занимает Эрот. Но занимает он его только потому, что таким его рисует суперпоэт Агафон. К тому же он отличается гибкостью форм. Это третье свойство Эроса. Не будь он гибок, он не мог бы всюду прокрадываться и сперва незаметно входить в душу, а потом выходить из нее. Убедительным доказательством соразмерности и гибкости форм Эроса служит то ни с чем несравнимое благообразие, которым он, как все признают, обладает. Красота. Четвертое свойство. Ведь у любви и безобразия вечная распря. А о красоте кожи это бога можно судить потому, что живет он среди цветов. И пятое свойство хамелеонность. Давайте назовем его так, потому что у нас не очень хороший перевод. Ведь нацветшее и поблевшее будь то душа, тело или что другое, Эрос не слетит. Он останавливается и остается только в местах, где все цветет и благоухает. И тут я отправляю вас к комедии у Аристофана есть комедия, которая называется «Цветок». Быть может, они как-то связаны. По-моему, цветок до нас не дошел. Или, по крайней мере, не целиком. Внешние свойства Эрота. Вроде как насчитали их пять. Кто записывал? Никто не записывал. Отлично. Он молод, он нежный, он отличается гибкостью форм. Три. Три. Он самый блаженный, потому что красивый и самый совершенный. Не-не-не-не-не-не. Он красивый и он хамелеоный. Пять. Давайте еще раз. Мы только что совершили великое. Значит, он молодой, нежный, гибкий, красивый и хамелеоный. Давайте вот вернемся вот с 95а и там написано, что я утверждаю, что хотя бы всем было положено счастьем, если я правильно так говорить, не навлекая себя к Аре, Эра сказалась самым красивым, потом ведет благородным. И почему мы не благородным отменилили? А ведь я с самого начала указал вам на слово аризон и сказал, что у него есть внешние свойства, а есть внутренние. Самые красивые это внешние, а самые благородные это внутренние, доброверие. Сейчас, описав пять внешних свойств, сейчас он перейдет к описанию четырех внутренних. Все. У меня вопрос. Те, кто обладает какими-то внутренними свойствами, но не обладает внешними, под эту категорию подходят старики, Эрес не прилетает в их душу, но опыт действительности показывает, что старики любят. Лучше. Никто любит стариков. Старики могут любить сколько угодно, но Эрес никто не любит стариков. Тогда, ну, помните вопрос, который я вам задавала, что делать самому старому человеку в полисе, 69-летнему, то есть к нему стремятся люди, а кого любить ему? А, нет, это его стремятся, говорила же на... Сейчас, сейчас, Эрес относится к влюбленному, а не к любимому, потому что Павца не влюбленный, а Агафон любимый. Давайте попробуем по-другому. Найти свою любовь в старости гораздо более серьезное предприятие, чем найти ее в молодости. Хотя бы потому, что вы более внешне привлекательны. Ну да, но это же все равно возможно. Да, 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 да. Если у вас вдруг нежная душа, потому что помимо внешних свойств есть еще внутреннее. Вот я про это и спрашивала, то есть если у человека нежная душа, но внешность уже отсвела... Не продолжайте это рассуждение в тупик, думайте о другом. Алистофан начинает как философ, практически философ, философским... Агафон, конечно, прошу прощения. Практически философским вопросом, что такое Эрес. Сейчас он пытается описать его свойства и доказать, что он абсолютно прав. Когда он напишет его свойства, придет Сократ и заставит Алистофана признать, что Эрес не обладает тем, к чему стремится. И, соответственно, если Эрес стремит к красоте, то он абсолютно уродлив. Если Эрес стремит к добродетели, то он совершенно не добродетелен. Вот о чем я говорю. Да. Хорошо. Давайте. О красоте этого Бога сказано уже достаточно, хотя еще далеко не все. Теперь надо сказать о его добродетелях, самое главное из которых состоит в том, что Эрес не обижает ни богов, ни людей. Сейчас остановитесь. Итак, первое. Красота и благо это разные вещи. Потому что есть красота Эреса, а есть то, что делает Эреса благим или хорошим. И это добродетели. Различие между добродетелем и красотой автоматически указывает нам на то, что добродетель некрасиво. А красота не добродетельна. А красота не добродетельна. Нет, таки, а красота может быть добродетельна. В смысле? А красота не добродетельна, потому что присутствующие здесь красавцы, Агафон и Федор, не добродетельные люди. Но это только применимо к ним. А, хорошо, а Сократ единственный добродетельный, это урод. Но это только все применительно к ним. Или мы только вот там их... Нет, нет, нет. Мы указываем на проблемы, на противоречия, которые видятся нам в речи Агафона. Посмотрите, ведь это же очень хорошая идея. Красивые люди порочны. Это очень правильная с точки зрения философии идея. Потому что философ тянется к красивым людям, они говорят, фу, ты урод. А он им отвечает, не-не-не-не-не. Все красивые люди внутри уродливы. Все красивые люди на самом деле порочны, а все уродливые люди на самом деле внутри красивы. Обнимитесь со мной. Агафон... Ну да, значит, Павсаний влюбленный, а Агафон любящий. Нет, Агафон любимый. Ну, да, любимый, да. И, соответственно, Агафон молод, а Павсаний, он... Стал оваться. Ну, он постал, что да. Да, и вот есть вот такая, что вот старики как бы... Да-да-да-да-да. А нет такого, что душевные качества стать выше сейчас? Это то, в чем Аристофан... Это то, в чем Сократ попытается убедить Агафона и всех остальных. Что Эрос сам по себе уродлив, что он недобродетелен и так далее и тому подобное. Да, да. Эрос не обижает ни богов, ни людей, и что ни боги, ни люди не обижают Эроса. Первое качество Эроса – это справедливость. Он никого не обижает. Но главное не то, что он справедлив. Или, вернее, главное то, что его справедливость дополнена неуязвимостью к несправедливости. Ты справедлив, когда ты никого не обижаешь. Но ты неуязвим к несправедливости, когда никто тебя не обижает. Ведь если он сам страдает, то не от насилия. Эроса насилия не касается. А если причиняясь страдания, то опять-таки без насилия, ибо Эросу служат всегда добровольно. А что делается с обоюдного согласия, то законы эти владыки государства признают справедливыми. Да, важное замечание. Правление Эроса не насильственно. Его справедливость заключается в том, что он никого не насилует, что все все делают добровольно. Влюбленный добровольно поступает любимому в рабство. И он тут же добавляет сюда законы. Разве правление закона не насильственно? Правление закона вполне себе может быть насильственным. А если добровольно соглашаются в рабство? Удей же будет насилие. Закон говорит вам, делай то, мы с этого начали, делай то, что я говорю, или тебе будет больно. То же самое, как и любящий говорит любимому. Мы говорим не про любящего и любимого, а про Эрос и любящего. Эрос говорит, иди и сделай. Он не говорит, что накажет тебя. Ты хочешь этого сам. Кроме справедливости ему в высшей степени свойственно рассудить. Ну, конечно же, умеренность. После справедливости, естественно, умеренность. Сафросюна. Ведь умеренность это по общему признанию умение обуздывать свежделения и страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эроса. Вот такой вот поворот. Любовь способна обуздывать любые страсти, кроме самой себя. И сама по себе она есть самая сильная страсть. Эрос неумен. Эрос справедлив, как мы видели. Но Эрос едва ли умерен. Если страсти слабее, чем он, значит, они должны подчиниться ему, а он обуздывать их. А если Эрос обуздывает желание и страсти, его нужно признать необыкновенно рассудителем. Ну, смотрите, какая логика хорошая. Но только умеренным. А, умеренным. В мужестве. Да и в мужестве сердцем и самому Оресу не тягаться. Итак, справедливость, умеренность, мужество. Ведь не Эрос владеет Эросом, а Эрос Эресом, то есть любовь к Афродите. Да, и тут Эрос перестает быть Богом и становится чувством. А владеющий сильнее того, чем он владеет. И значит, Эрос, раз он сильнее того, кто храбрее всех, мужественнее дать. Да, мужественнее. Кто мужественнее всех, должен быть самым большим. Самым мужественным. Мужественным. Этого достаточно. Тот, кто побеждает самого мужественного, является сам самым мужественным. Это абсолютно магично. Тот, кто побеждает Бога мужества Ореса, тот мужественнее самого Ореса. Естественно, это софистика, конечно. Но это интересный момент, каким изображает Эрос. Я напоминаю вам, что Агафон делает то, что хочет Федор. Агафон создает Эроса. Он создает так его амбиции беспредельные. Он создает Эроса самым великим богом. И естественно, часть величия Эроса заключается в том, что он сильнее других богов. Он не создает миф, никакого мифа здесь нет. Он описывает качество Элоса. Ну так, ой, этого же Эроса, которого он описывает, но нет. Он его создает, да? Возможно, да. Но это, еще раз, это не обличено в мифическую форму. Напротив, посмотрите, это обличено в логическую форму. Не он мужественен, а он мужественен потому что. Так, относительно справедливости, умеренности и мужества, этого бога сказано. Остается сказать о его мудрости. Да. Четыре классических добродетели. С тремя из них Агафон справляется очень быстро. Это все очень просто. Но последнее предстает как проблема. Ну что ж, попытаемся, насколько это возможно, не осрамиться и тут. Прежде всего, чтобы и мне почтить свое искусство, как Эриксимах почтить свое. Достаточно. Агафон собирается превознести свое искусство, как Эриксимах. Ну понятно почему, да? Теперь уже. Этот бог настолько искусный поэт, что способен у другого сделать поэта. Достаточно. Это самый величайший бог. Бог, который победил самого мужественного бога. Бог, который может, от чего не могут другие боги. Это царь среди богов. И этот царь среди богов поэт. Агафон тоже поэт. И не значит ли Эра, что следуя за царем среди богов, он является царем среди людей? И дальше у нас отражение софистики. Эрикс искусный поэт не потому, что он способен создавать... Я напоминаю вам об искусном поэте в самом конце. Не потому, что он способен создавать великие произведения искусства, а потому, что он способен других сделать поэтами. Это напоминает на Федора мужество. Эрос величайший поэт, потому что он учитель поэзии. Ну, как и Сократ, который не собирается делать политику, но собирается других сделать поэзии. Да, но тут замечание, значит. Он может учить других поэзии, только если он сам обладает поэтическим знанием, только если он сопает. Помните, как Сократ и мальчик, которого он посылает, быть статегом, да? Тот, кто обладает статегическим знанием, то есть статег. Во всяком случае, каждый, кого коснется Эрос, становится поэтом, хотя бы дотоле он и был чужд музом. А это может нам служить доказательством, что Эрос хороший поэт, ведущий вообще во всех видах музыческих творений. Ведь чего сам не имеешь, того и другому не передашь, а чего сам не знаешь, тому и других не научишь. Вы видите это, да? А уж что касается сотворения всего живого, кто станет отрицать, что благодаря мудрости Эроса возникает и образуется все, что живет. Итак, Эрос способен сделать из непоэта поэта. Мы вспоминаем про Федора. Эрос способен делать из трусов смельчаков. Что это значит? Значит, он сам. Это значит, что у поэта можно родиться. Да, это значит, что тот, кто родился поэтом, тот не нуждается в Эросе. Тот не нуждается в помощи со стороны. Раз Эрос помогает не поэтам быть поэтами, Эрос это субститут. А значит, он хуже, чем реальный поэтический. Нет. Как это нет? Мы в самом начале помните, когда говорили про Аэзисы, про три стадии, помните? И мы говорили о том, что у поэтов в том-то весь, в том-то вся заквозка, что они получают знания сверху. Они получают знания от полки. Ну, так они говорят, да. Что они его как бы диктуют. Мы говорили иначе. Поэты это люди особой природы. Да. И вот эта особая природа позволяет им создавать поэти. Да. Смотрите. Ну, все очень просто. Ты либо поэт, либо нет. То есть можно родиться уже при частном... Да. Но нельзя, невозможно стать. Можно только родиться, как и в случае с философом. Можно стать политиком, но нельзя обучить себя стать поэтом. Хорошо, я немножко к другому взял. Давайте. Сократ не набирал, у кого упал. Да. Сократ брал способное. Да. Именно поэтому он не заботится о собственных детях. Ну, они всякие способны. Или, может... Ну, сразу в последствии развивает то, к чему он способен. Возможно, Эрос создает условия, которые способны раскрывать свои способности. А если его, возможно, они отменились. Да. Даже если они отрожили... Не совсем так. Во всяком случае, каждый, кого коснется Эрос, становится поэтом. Хотя бы до Толи он и был чушмузом. Даже труса Эрос может прийти с мельчака. Эрос – это субститут реальной добродетели. Как в случае с Федором, который говорит, что эротичные люди становятся смелыми, но показывает нам, что тот, кто смел от природы, тот не нуждает в эросе. Так в случае с поэтами. Поэт от природы ни в каком эросе не нуждается. А тот, кто нуждает, тот не поэт от природы. То есть, если бы не было Сократа, пришел бы к другому году другой. Шире. А как появился Сократ? Кто научил Срата? Никто не научил Сократа. Да, потому что до Сократа не было ничего подобного. Если бы вы открыли учебник по истории фиософии, вам было бы сказано, что Сократ первый обратился к исследованию не физики, а человеческих проблем. До Сократа не было никого, кто бы этим занимался. Да, замечательно. Хорошо, а физикой, допустим, первый у нас был Парменид. Кто занимался физикой до Парменида? Никто. Или кто, значит, не был способен к этому. Вы это хотите сказать? Потому что вы говорите сейчас, что всякая способность развивается без помощи эроса. Эрос не нужен, чтобы развивать способности. Да, если она есть. Да, 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 да. То есть, у нас не было способных. Ну, это великая загадка. Хорошо, давайте по-другому. Всякий ли, кто получил философское образование на факультете философии, становится философом? Ну, вот и ответ. А вот что касается сотворения... И это важно. Наконец-то происходит слово поэзис. Кто станет отрицать, что благодаря мудрости эроса возникает и образуется все, что живет? И тут мы задаем себе вопрос. А сам эрос откуда? Если все, что возникает, все, что рождается, рождается благодаря эросу, откуда эрос? Это ваш вопрос про Сократа. И более того, а если эрос – это последний из богов, самый молодой из богов, откуда все боги-то? Если он самый молодой, в смысле последний появившийся, то все боги старше его, которые произошли от других богов, произошли не благодаря эросу. В смысле, они не могли произойти благодаря эросу, но они каким-то образом появились. И, конечно, Агафон намекает сам на себя. В смысле, на поэтов. А вот когда он намекает на создателей, что создатели – поэты, а поздно... То есть поэты были до богов, конечно? До богов, конечно. И, соответственно, в принципе, богов нет, потому что их придумали поэты. Да. И в финале мы увидим, раз уж мы... Он прямо вот так говорит об этом? Но вы видите, что он говорит об этом не вот так прямо. Нет, но я твой вёл Федору об этом. Да, да, смотрите. Я вёл, что он осознаёт это? Он осознаёт это, потому что в конце он скажет Федору – вот ты хотел, получил и спешись. Ты хотел, чтобы поэт создал тебе бога, вот я создал тебе бог. Ты жаловался, что этого бога поэта не восхваляет, вот я делал всё за тебя, держи. Мы до этого всё время говорили, что за каждой любовью, неосознанно, в том случае Аристафана, стоит любовь к себе. Федор, как Алексей Мах, собирается восславить своё искусство. Он собирается прославить себя. За поэтом стоит тщеславие. И это... И это, что значит опять? Больше ни за кем не стоял от тщеславия. Алексей Мах... Не эгоизм, а тщеславие. Ну, это эгоизм, конечно же. Да, но это конкретная форма, да. Да, 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 да. Он не просто хочет делать то, что он хочет делать, как, например, Алексей Мах или Павсаний. Он хочет, чтобы его запомнили. Он хочет прославиться. Именно поэтому он говорит, вот тебе, Федор, держи. Ты хотел, получи. И когда мы дадём до речи Диатиму, и Диатима скажет, все эти люди, которые любят прекрасные тела, прекрасные души, прекрасные обычаи, прекрасные искусства, и, наконец, любят мудрость, все эти люди собираются стать бессмертными, родив что-то из этой связи. И, конечно, кто ближе всего к бессмертию? Политики и поэты. А мы можем сказать, конечно же, ближе всего к бессмертию поэты, потому что политики, такие как Агамемнон, они стали известны, стали бессмертны, благодаря поэтам. Финальная тройка сиденья подразумевает, что поэзия должна быть выше политики. Поэзия, она восхваляет политику. Да. Ну, в том смысле, что он делает ее бессмертной. То есть, громко говоря, Фоосов диктует, что делают политику, политики делают их плохо. Это если бы они сели Сократ, Алкивиат, Агафон, но даже такой речи не было. Агафон, да. Они сидят, Агафон, Алкивиат, Сократ. Сократ говорит, нам нужно сделать Алкивиат, Сократ, Агафон. Алкивиат говорит, не-не-не-не, я согласен на то, чтобы было Алкивиат, Агафон, Сократ. Но Сократ побеждает по причине логики, как помните, да. То есть, Алкивиат соглашается быть на последнем месте. Сначала политики, потом поэты, потом философы. А теперь, вернув эту метафору обратно, мы можем сказать, что и политика, и философия бессмертны благодаря поэзии. И я просто показываю вам книжку, которая является философским произведением в поэтической форме. Давайте двигаться дальше. И мастерство в искусстве и ремеслах. Разве мы не знаем, что те, чьим учителем оказывался этот бог, достигали великой славы, а те, кого Эрос не коснулся, призебали им безвестности? Итак, мудрость Эроса должна быть доказана посредством того, что он обладает знанием. Обладать знанием может только учить, в смысле, учитель точно обладает знанием, потому что он способен научить этому других. Эрос учит это в поэзии. Мы сомневаемся. Поэтому Агафон добавляет, Эрос учит не только поэзии, Эрос учит искусством вообще. Эрос учит их не. Но разве Эрос учит? Или он... Любовь, которая... А, сейчас мы дочитаем и увидим. Вот как раз-таки подтверждение моих слов. Ведь искусство стрельбы из лука, искусство врачевания и проритания Аполлон открыл тогда, когда им руководили любовь и страсть, так что его тоже можно считать учеником Эроса. Остановитесь. А что это за страсть и вигало, когда он стал первоотлывателем искусств? Число. Конечно. Он хотел остаться в веках как первооткратиль. Я напоминаю вам, что Лемех, пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук Каина, остался в Библии не потому, что Каин великий убийца, а потому что Лемех изобрел кузнечное мастерство. Опять, я... Я опять говорю вам неправду. Хорошо. Мы верим. Не-не-не-не, не надо. Лучше откройте книжку, потому что все эти проклятые имена я могу произносить неверно. Так вот, я вам дадут. Даже в непаганической, неязыческой книжке идея сохраняется та же самая. Праведники известны, потому что они связаны напрямую с Богом. Это понятно. Да. Но Библия упоминает неправедников. В смысле, зачем делать неправедников известными? Да, это странно. Потому что они являются первооткрывателями искусств, создателями цивилизации. Да. Итак, смотрите. Начало. Унижение Аполлона. Затем провальная попытка восхвалить Аполлона. Затем Аполлон и Зевс вместе. Они работают рука об руку. И вот теперь Аполлон вырывается вперед. Потому что все остальные боги, а здесь упоминается Афина и Зевс, и Гефест, они создали только одно искусство. Аполлон создал три. Так что его тоже можно считать чудником Эроса, наставником мусс в искусстве. Гефеста в кузнечном деле, Афина в ткацком. Зевса в искусстве правит людьми богами. Угу. Эрос может сделать не поэты поэтом. Эрос – созидатель и учитель искусств. Эрос – это то, что цивилизовывает людей. Это то, что их... Смотрите, если Аристафан говорил, Эрос – это результат ослабления, результат цивилизации, то Агафон говорит, Эрос и есть цивилизация. Вот почему дела богов пришли в порядок только тогда, когда среди них появилась любовь. Разумеется, любовь к красоте. Да, и это очень важно. Когда Агафон описывает вот это свойство Эроса, называет Эрос любовью, не кажется ли нам, что Агафон все-таки указывает на то, что Эрос не бог, а изначальное стремление, в смысле стремление к тщеславию? И тщеславие сделало цивилизацию возможным, потому что быть тщеславным значит жаждать внимания, в смысле быть хорошим в глазах других, быть известным в глазах других, а это возможно только тогда, когда есть эти глаза в других. Я хочу быть знаменитым. Для этого я должен выступить создателем не чего-то нового, в смысле это тоже, но в первую очередь создателем коллектива, который будет меня помнить, который будет мной восхищаться. И помните, чем восхищается коллектив? Тем, что идет на пользу коллективу. Те искусства, которые служат коллективу, вызывают у коллектива восхищение. Поэтому я должен создать то, что нравится другим. Я должен быть популярным. И Агафон говорит, 30 тысяч греков, я популярный. И Сократ говорит, а ты уверен? В смысле, оно того стоит. Ибо безобразие не вызывает любви. Итак, наконец мы определили, что такое... Смотрите, Агафон не хотел, но он определил, что такое Эрос. Эрос – это любовь к прекрасному. Да то ли, как я уже сказал в начале, среди богов творилось по преданию много ужасных дел, и виной этому было восподство необходимости. А стоило лишь появиться этому богу, как из любви к прекрасному возникли всякие блага для богов и людей. Таким образом, Федор, мне кажется, что Эрос, который сначала был самым прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом источником этих же качеств и прочих. Да, давайте остановимся. Мир и порядок, то есть господство Эроса, появились вместе с Эросом. Его существование и управление – это одно и то же. Все остальные боги предполагают Эрос, потому что у них есть родители. Но Эрос не имеет родителей, потому что Эрос создан людьми. Боги помогли людям не из человеколюбия. Боги помогли людям из... Эгоизм. Из тщеславия. И в этом смысле Эрос и Номос, Эрос и цивилизация находятся в полной гармонии. Ну и, конечно же... Вы раньше обсуждали, что все-таки они... Раньше это когда? У Аристафана, правильно ведь? Ну, так их точки зрения явно не совпадают. Аристафан говорит, люди ослабли, потому что они ослабли, они находятся в цивилизации, в коллективе. И Эрос – это как раз антисоциальное желание. Снова стать целым и стать несправедливым. Аристафан говорит, нет, 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 нет. Эрос – это 100% социальное желание. Быть великим в глазах других. Чеславие. Хорошо. Таким образом, Федоровне кажется, что Эрос, который сначала был самым прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом источником этих же качеств для прочих. Красоты и совершенства. В смысле совершенства – Аристон, благородство. Если Эрос – это самый молодой бог, который появился позже всех остальных богов, в смысле прямо сейчас у нас на глазах, а все остальные боги до появления Эроса творили страшные вещи, помните, Сократ имеет претензию к Гомеру, потому что боги там совершают всякое плохое, да? Творили страшные вещи, потому что имей правил не Эрос, его не было, а необходимость. Какой вывод мы должны сделать из этого? Если Эрос, будучи прекраснейшим и совершеннейшим, благороднейшим, стал потом источником этих качеств для всех остальных, для всех остальных это для кого? Для богов. Изначально боги несовершенны. Почему они не были совершенны? Потому что их несовершенны, я писал Гумер. Изначально боги плохие, сейчас пришел Эрос и сделает их хорошими. Конечно. Вы имеете в виду, писал их плохим, то, что они постаренно грызнут? Да, 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 Sí? Гумер создал их такими. И в этом смысле посмотрите, как Агафон близок к Сократу. Сократу ведь тоже именно это и не нравится в Гумере. В государстве Сократ говорит, мы Гумера выгоним из государства нашего идеального, потому что он неправильно описывает это дело. А потом в законах встает более серьезный вопрос. А нам вообще нужна трагедия в нашем государстве. И когда до этого дойдет момент, я обидно вам прочту, что говорит безымянная Афиняна в ответ на этот вопрос. Мне хочется даже сказать стихами, что это он дарует людям мир и покой, безветрия в море шурором, буйного вихря молчания и сон безнадежный на ложе. Итак, мы возвращаемся к описанию свойств Эроса, потому что Агафон практически закончил. И должны спросить себя, когда Агафон говорил, что Эрос это умеренность, потому что он побеждает все остальные чувства. Любовь побеждает все остальные стремления, желания. В чем была проблема? Любовь по себе. Ну, что сама по себе любовь есть неумеренность. Хорошо. Эрос справедлив, потому что он никого не обижает. И никем не обижаем. Может ли ваша вторая половина, отказавшись быть вашей второй половиной, обидеть ваш Эрос? В смысле обидеть вас в лучших чувствах? Можете ли вы под влиянием любви совершить несправедливый поступок? О чем и говорил вообще-то Павсаний. Что да. Ага. Хорошо. Хорошо. Когда Агафон описывает Эроса, говоря, что Эрос дает людям покой, безветрия в море широком, море красоты, рассказываю вам, буйного вихря молчания и сон безмятежный на ложе, и когда он говорит, что я буду говорить как Федор, если мне не нравится начало речи Федора, но нравится все остальное, мы сразу задаемся вопросом, все остальное – это то, в чем Федора обвиняли два следующих оратора. Эрос – не один, их два. У Эроса есть уродливая часть, в смысле та самая, которая ранится, когда нам отказывают, та самая, которая подталкивает нас совершать плохие вещи, когда мы любим, та самая, которая не дает нам спать и мучает нас. Агафон скрывает ее. И в этом смысле Агафон близок к Сократу, потому что Сократ другим текстом скажет правильное риторико. Я говорю, что это правильное начало? Да. И по порядку. И по порядку, конечно. Правильная риторика, заключается в том, чтобы скрывать самые отвратительные части и говорить только о самых хороших. И подрученный Горгием Агафон так и делает. Но в отличие от Сократа, он заранее не говорит, что он так и делает. Да. Мы же говорили, что каждый из них беспокоен именно своим собственным каким-то материалом. Да, да, да. Но может быть, Агафон, так как он не любящий, а любимый, и, следовательно, его любовь не особенно так колышет, и он действительно чувствует вот это безветренное море широкое? Нет, нет, нет. Он же, вы же говорите, что он не любящий, он не влюблен, он любимый. Дело в другом. Он действительно выступает за самого себя, но это поэтическое тщеславие, поэтому прославляет тщеславие. В смысле, он пытается вознести свое искусство. Да, человеком овладевает тщеславие, он же не спокоен. Это же мучает, это же не... Так как Агфоном овладела тщеславие, он собирается превознести Эрос, но превознесение Эроса означает, что умродливые части Эроса должны быть скрыты. Понятно. Поэт ночами не спит, мучается и создает новые тексты, рвет бумажки, выкидывает их, пишет заново, как Эминем в том прекрасном фильме. Да, да, да. Точно. И в клипе. И в клипе, да. Вот. Но Агфон не собирается раскрывать этой части, потому что тщеславие требует, чтобы он превознес Эрос на невыносимую высоту. И таким образом запомнился всем окружающим. Хорошо. Избавляя нас от отчуденности и призывая к сплоченности, он устраивает дикие собрания вроде сегодняшнего и становится нашим предводителем на праздницу. В хоровод и при жертвах приношениях. Я напоминаю вам, что ранее Астафан, заканчивая свою речь, сказал, что Эрос будет ведущим вперед. Мы за ним все пойдем. Крутости любитель, грубости гонитель, он приязнью богат, неприязнью небогат, добрым терпимый, мудреца мечтимый, богами любимый. Заметьте, добрые, в смысле хорошие, в смысле плохие, это не мудрецы, а мудрецы это боги. То есть, боги не мудрые и не добрые, мудрецы не добрые и не боги, и добрые не мудрецы и не боги. Воздыхание нездачливых и достояние удачливых, отец роскоши, изящества и неги, радости, страсти и желаний, благородных пекающих, а не годных презирающих. Он и в страхах, и в мучениях, и в помыслах, и в томлениях лучший наставник, помощник, спаситель и спутник, украшения богов и людей. Если Эрос украшения богов и людей, то он сам, конечно же, не бог. Вы понимаете это. Самый прекрасный и самый достойный вождь, как и говорил Аристофан, за которым должен следовать каждый, прекрасно воспевая его и вторяя его прекрасные песни, завораживающие помыслы всех богов и людей. Он уже настолько увлечен красотой речи, что больше не обращает внимания на то, что он говорит. То есть, он поставил себе задачу сделать самую красивую речь о самом красивом боге. И после этого, когда он уже все, что нужно, сказал, он должен остановиться, но тщеславие подталкивает его еще, еще, и он уже скатывается в билиберду. Вот какую речь Федор посвящал я этому богу, в меру смешав к ней, насколько это в моих силах серьезная и шутка. Трижды за речь Агафон упоминает Федора. Он отвечает Федора, бросившего Агафону вызов, поэты не превозносят Эроса. И Агафон делает это. Он буквально создает Эрос у нас на глазах. В этом смысле трагедия создает богов, а комедия их не спровергает. Помните издевательство над Дионисом, издевательство над другими богами в комедиях Алистофана. Помните, у Алистофана есть комедия птицы, где вообще происходит дикое издевательство над тем пантеоном. Трагедия и цивилизация едины. Из двух поэтических искусств подлинное массовое влияние находится не у комедии в руках, а у трагедии. Подлинное цивилизующее влияние находится в руках не у комедии, а у трагедии. В частности, потому, что трагедия описывает нам богов и объясняет их место, их роль и их взаимодействие с людьми. Когда Агафон кончил, все присутствующие по словам Аристодема одобрительно зашумели. Смотрите, Аристодем вернулся, чтобы показать нам, что его нет. Тогда Сократ повернулся к Рексимаху и сказал... Я напоминаю, все эти бесконечные, все засмеялись, а Сократ сказал. Да? Хорошо. Одобрительно зашумели, находяшно, молодой человек говорил, достойно себя и Бога. Тогда Сократ повернулся к Рексимаху и сказал... Ну, теперь-то тебе, сыном Мена, уже не кажется, что прежние мои страхи были напрасны, и что не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет великолепную речь, а я окажусь затруднен. Итак, Сократ утверждает, что из него вышел отличный прорицатель и чуть ниже станет утверждать, что из него плохой эротик. Хотя, ну, в смысле ничего не смыслящий в эротических вещах. Хотя до этого, в самом начале он говорил нам, что он, если в чем и понимает, то в эротизме. Одно твое прорицание, отвечал Рексимах, что Агафон будет говорить превосходно с Бооси, а вот что ты окажешься в затруднении и никак не верится. Да. А Рексимах отвечает, Сократ хороший эротик, поэтому он плохой предсказатель. Мантике и эротизм не совпадают. Вы либо хороший предсказатель, либо хороший эротик. Да как же мне и любому другому, кто должен говорить после такой прекрасной и богатой речи, воскликнул Сократ, не стать, милый ты мой, в тупик. И если начало ее еще не столь восхитительно, то какого слушателя не поразит красота слов и подборок в заключительной части. Да. Я, например, как подумал, что мне не сказать ничего такого, что хотя бы только приближалась по красоте к этой речи, готов был бежать от стыда, если бы можно. Да, побег от стыда напоминает нам побег Алкиада от Сократа, когда он слышит речи Сократа. Сократ апеллирует, естественно, к красоте, но мы помним, что красота и мудрость не совпадают. Да? Хорошо. Речи-то напомнила мне Горгия, и я прямо-таки по Гомеру боялась, что под конец своей речи Агафон напустит на мою речь голову Горгия, этого великого говоруна, а меня самого превратит в камень без глаз. Голова Горгия и голова Горгоны созвучны, поэтому она превращает в камень. История про голову Горгоны это история из Одиссеи в Аиде. И Сократ, смотрите, Сократ ловит флэшбэк, как в Протагоре, он снова Одиссеи в Аиде. Помните, там был Протагор, Гиппи и Продик, и Сократ говорил, я прихожу в дом Калия, и Тантава увидел я там. Вот то же самое. То есть софисты настигли его, и он собирается софистам отомстить. И я понял, как был я смешон, когда согласился произнести в очередь с вами похвальное слово Эросу и сказал, что знаю толк в любовных делах, хотя оказывается понятия не имею о том, как надлежит строить похвальную речь. Я по своей простоте думал, что о любом восхваляемом предмете нужно говорить правду, и это главное, а из правды выбрать самое замечательное и расположить в наиболее подходящем порядке. Элементы верного произнесения. Правда, только лучшее и в правильном порядке. Сократ говорит, что все окружающие плохие ораторы, потому что они не понимают искусство риторики. И только он сам идеальный оратор, потому что он понимает искусство и риторики дронца. Получается, что если мы верим ему, то он предсказатель и идеальный оратор. А если мы верим Элексимаху, то он предсказатель, эротик и величайший оратор, или идеальный оратор в одном лице. У меня вопрос, что из правды выбрать самое замечательное? Помните у Ксенофонта в Моробилии разговор Сократа и Критабула, когда Критабула ищет друзей? И Сократ говорит ему, я собираюсь восхвалять тебя, но естественно я не буду хвалить тебя сверхмирой. В смысле, я же не буду говорить, если я найду капитана корабля, я же не буду говорить, или там судовладельца, что ты отличный капитан, потому что ты провалишься. В этом ключе Ксенофонт величайший риторик, которого я знаю. Давайте я приведу вам пример. В Анабасисе Ксенофонт и войска Кира-младшего, а потом и войска греков-наемников проходят через города. У этих городов есть три характеристики. Они либо большие, либо густонаселенные, либо богатые. Теперь смотрите, они проходят через город Икс, и Ксенофонт говорит, это был большой и густонаселенный город. Что это значит? Там не богатые. Там нищие. Но Ксенофонт не говорит этой правды. Он говорит только хорошее. Или, например, они проходят через большой и богатый город, но там мало людей. Или, например, они проходят через большой город, а потом, когда читаешь, выясняется, что это просто развалины. Большой ведь? Правильно. Вот. То есть, в этом и заключается искусство риторики. И, естественно, здесь вступает в ход правильный параг. Представьте себе, что вы должны описать молодому человеку, вашу подругу, так, чтобы он был в ней заинтересован. Вы знаете ее хорошие качества, они никогда не меняются. Меняется ли правильный порядок описания этих качеств в зависимости от того, какой молодой человек перед вами достает? Да. Вот о чем речь. То есть, если перед вами баха парень, вы говорите, она хорошо умеет готовить и отлично шьет. Если перед вами бизнесмен, вы говорите, она терпеливая, понимающая и добрая. Правильный порядок подразумевает аудиторию. Если истина, хорошая часть истины о каком-то предмете никогда не меняется, то в зависимости от аудитории меняется расположение частей. В центр уходят самые неинтересные, в начало и в конец самые важные для говорящего. В связи с этим мы должны подумать, что скрат говорит в первую очередь, что во вторую, а что в последнюю. Да. Каков правильный порядок по отношению к этим людям и каков правильный порядок по отношению к ним? Да, но там выкинута часть ответного. Ну, понятно, что все извратило Плодор и Аристодем. Да. Но это уже написал Платон, а значит, у этого есть цель. Да. Так вот, я был слишком самонадеян, когда полагал, что скажу хорошую речь, раз знаю верный способ воздать хвалу любому предмету. Давайте я просто укажу вам, видите, раз я написал, что это все Сократ говорит Критабулу в меморобилии 2.6.36.39. Это для вас. Оказывается, умение произнести прекрасную похвалу, прекрасную похвальную речь, прекрасную похвальную речь состоит вовсе не в том, вовсе не в этом, а в том, чтобы приписать предмету как можно больше прекрасных качеств, не думая, обладая именными или нет. Не беда, стало быть, и ерли со лжош. Все они превозносят эрота больше эроса, больше необходимого. Все они лгут. И нам кажется, что Сократ обвиняет их в страшном. Они все лгут, потому что они не знают, что такое эрос, и потому что Сократ немедленно выкручивается. Видно заранее был уговор, что каждый из нас должен лишь делать вид, что восхваляет эроса, а не восхвалять его в самом деле. Он не обвиняет их в том, что они не знают, что такое эрос. Они знают. Он обвиняет их в том, что они заранее составили заговор против него. В смысле, тут готовая речь? Нет, не подготовили речи, а договорились о том, что они будут превозносить не правду, а ложь. А Сократ такой, так я все знаю в этом деле. В смысле, я один все знаю. Поэтому моя речь будет самой правильной. Он как бы говорит, что как бы ожидает, что каждый из них превознесет одну красивую часть рога. А они превозносят все подряд. Особенно Агафо, который в конце скатывается в Белико. Ну, в общем, короче, Олег не стал оборачивать. Он чуть-чуть наоборот сказал, что у вас там глубокий замысел, хотя... То есть, конечно, он говорит им, что вы ничего не понимаете, но делает это красиво. Да, да, да. Хорошо. Поэтому-то вы, наверное, и приписываете Эрресу все, что угодно, любые свойства, любые заслуги, лишь бы выставить его в самом прекрасном и благородном свете. Перед теми, разумеет, кто не знает его, но никак не перед людьми осведомлен. Иными словами, все это спектакль для большинства. И мы такие, инсепшн, это же книга для большинства. В смысле, Сократным текстом говорит, что все, что было до этого, мужество, платоническая любовь, любовь к наукам, Аристафан и его супермиф, Агафоны и его скатывание в никуда, все это постановка для незнающих. Федор, любовь делает влюбленных лучше. Павсаний, любовь делает любимых лучше. Эриксимах, любовь это космическая сила, которая ответственна за баланс в мире, за гармонию в мире. Аристафан, любовь это любовь к себе, которая не разрешается никогда, делает тебя несчастным или показывает, что ты несчастен. Агафон, любовь это создательная сила. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все-таки, действительно, Эррс не Бог, и это правда. Но они действительно хотели показать какие-то части Эрса, за которые его можно восхвалять. И Сократ говорит, у вас не получилось. Создается впечатление, что что-то у них получилось, где-то они были правы. Но из-за того, что они наградили слишком много лжи, непонятно, в чем именно они были правы. И мы думаем, что когда Диатима попытается нам все рассказать, мы поймем. Федор говорит, влюбленный становится лучше благодаря любви. Диатима говорит, любовь к прекрасному теме. Павсаний говорит, любимый становится лучше благодаря любви. Диатима говорит, любовь к красной душе. Эрик Семах говорит, люблю медицину. Диатима говорит, любовь к прекрасным наукам, и так далее, и так далее. И похвальное слово получается красивое и торжественное. Но я-то не знал такого способа строить похвальные речи и по невидению согласился говорить в очередь с вами. Стало быть, язык лишь дал согласие, но не сердце. Нет. Сократ говорит, что он, смотрите, в самом начале, он, как и все, согласился похвалить Эреса. Но когда все вместо подлинного восхваления, вместо настоящей идеальной риторики начали применять свою ложную риторику, Сократ оказался втянут в этот заговор против своей воли. И Сократ говорит нам, а мы вспоминаем Критона, все, что совершено против воли, не является преступлением. Все, что совершено по незнанию, совершено против воли, поэтому все, что совершено по незнанию, не является преступлением. Поэтому Сократ говорит, моя клятва невалидна, и я не соглашался поступать, как вы. А на нет и суда нет. Строить свою речь по такому способу я не стану, потому что попросту не могу. Да, я должен вернуться на мгновение назад и сказать вам, что, с точки зрения Сократа, идеальная оратор должен знать всю правду о предмете, о котором он говорит, чтобы знать, что скрывать, а что нет. Правда, однако, если хотите, я с удовольствием скажу вам на свой лад, но только не в лад вашим речам, чтобы не показаться смешным. Ложь кажется знающему смешной. Почему? Потому что ложь – это либо преувеличение, либо преуменьшение. То есть преувеличение хороших качеств и преуменьшение плохих. Так как Сократ – единственный знающий, все это время он сидел и смеялся. Здесь есть проблема, потому что не хочет показаться смешным кому? Знающим? Нет ни одного знающего. Да, 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 хороший вопрос. Кому? Кому Сократ не хочет показаться смешным? Аристафан. Это первый вариант. Аристафан единственный, кто разбирается, помимо Сократа. Второй вариант – нам. Решили же, Федор, нужна ли тебе еще и такая речь, где об Эросе будет сказана правда, и при том в первых попавшихся, взятых на угад выражений. Запомните эту фразу, потому что ровно она звучит в апологии, и ровно она будет звучать сейчас, когда придет пьяный алкевят и скажет, что сейчас я превознесу Сократа ровно так, как смогу, потому что я пьян. Не судите строго. И, собственно, Сократ также обращается к Федору. Он говорит, я вышел из вашего соглашения, но я могу в него снова войти на моих собственных условиях. Соглашайтесь. Тут? Тут Федор и все гречи стали просить его, чтобы он говорил так, как находит нужно. Все. И все сдались. Если у вас какие-нибудь вопросы перед тем, как мы начнем читать речь Сократа, то есть перед завтрашним днем. Что ж, так давайте остановимся. Продолжение следует...